Погода в день закрытия лыжного сезона была уже почти весенней. Лил дождь, но настоящих спортсменов это не смущало. Тем более, что вместе с почти двумя сотнями детей проводить лыжный сезон пришли Джек Воробей, капитан Крюк и пиратка Джейн. Участие в стартах принимали лыжники в возрасте от 4 до 13 лет. Самые младшие пробежали один 800-метровый круг. Те, кто постарше, два круга. А затем наступило время веселых эстафет, которыми руководили все те же отчаянные и веселые пираты. Вы видите, что мы нормально провожаем. Уже начался нормальный теплый весельный дождь. И я думаю, что никому он не портит настроение. Поэтому в этом году лыжи можно будет проводить, наверное, до апреля. Но мы, наверное, этим стартом ограничимся и будем на следующий год планировать. Дай бог, чтобы так же получилось, как и у вас. Плюсовая температура только добавляла спортивного настроения и положительных эмоций. Один из самых известных лыжников России, Михаил Девятьяров, например, выступал и в более экстремальных условиях. Всякая погода бывала. И бежали плюс 18, и при снегопаде, и при метели. Ну, погода есть погода, а старты соревнований есть соревнования. И надо в любых условиях пробежать и победить. Погода, как говорится, не закажешь, хотя и дождь, но все равно, я думаю, здесь очень веселые соревнования. Это так называемые веселые старты. Очень много детей собралось. Это очень приятно видеть, что у нас такое поколение спортивное, что они соревнуются. Обязательно из этих детей в скором будущем вырастут и чемпионы. Ну, думаю, из этих маленьких еще 2014 они еще не дорастут. Но я думаю, на следующих Олимпиадах мы увидим этих участников на Олимпийских играх. По словам организаторов праздника, несмотря на то, что весна все больше входит в свои права, кататься на лыжероллерной можно будет до середины апреля. Так что закрытие лыжного сезона носило, конечно, символический характер. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».